И начнем наш выпуск с происшествий. В здании Улан-Удээнерго заложена бомба. Такое сообщение поступило сегодня на телефон дежурной службы полиции. Правда, это или утка узнавала Марина Непомничих. Здание Улан-Удээнерго полностью оцеплено. Сейчас на его территории работают саперы. Ближе чем на 200 метров никого не пускают. По последней информации, все люди эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сообщение о том, что в здании бомба поступила на пульт дежурного в 13.35. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники МЧС, пожарные и саперы. К счастью, в это время большинство работников предприятия находились на обеденном перерыве. Поэтому эвакуация людей не заняла много времени. Нам сказали, мы здесь работаем. Ну, сказали, что вроде заложили бомбу какую-то или кого-либо, ничего не понятно. Или учения проходят. Сказали всем выйти, мы все быстренько все вышли. А вам как-то абсолютно работают? Сигнализация или как-то? Нет, просто нас эвакуируют. Территория предприятия достаточно большая. Саперам пришлось проверить каждый уголок. После почти трех часов работы спецслужб стало ясно, что звонок был всего лишь чьей-то шалостью. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности звонившего. Работники предприятия и собравшиеся зеваки шутят. Все это из-за завышенных тарифов. Теперь виновников и истинные мотивы дезинформаторов будут устанавливать следователи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечу, за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Марина Непомнич, Халдар Домбаев, Первая Альтернативная.